Здравствуйте! Вы смотрите программу «Смыслица» на телеканале «Русский мир» – еженедельную разминку по русскому языку. Чем отличается речь настоящего английского аристократа? Говорят, что представители аристократических семейств никогда не используют некоторых слов, например, «извините» или «уборная» – это своего рода табу. А еще аристократы с детства учатся тому, чтобы владеть собой и никогда не повышать голос. Но каким же образом они могут позволить себе выразить негативные отношения или дать оценку тому или иному событию, если сделать это открыто невозможно? На помощь приходит ирония. Ирония в переводе с греческого означает «притворство». Это троп, заключающийся в намеренном употреблении слов, словосочетаний, предложений или более крупных отрезков текста, в смысле абсолютно противоположным буквальному. Это выражение насмешки или лукавого иносказания. Ироническая окраска текста понимается читающим или слушающим за счет владения фоновыми знаниями, то есть знанием ситуации, культурных или иных реалий, а также с помощью подчеркивания авторам противоположного смысла высказывания. Помните у Ивана Андреевича Крылова «Отколи умной обредешь ты голова? Об осле символизирующем глупость». У Николая Васильевича Гоголя есть такая фраза «Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье. В лавке и гостиный двор наведывался как в собственную кладовую». Мы видим, что в приведенном контексте отец и благотворитель прочитываются как разоритель. Другими словами, ирония, тонкая насмешка, скрытая учтивой формой выражения. Обращает на себя внимание то, каким образом этот троп встраивается в текст анонса. Тайная жизнь шаурмы и десерт со свалки, ручная работа. Как тухлятину превращают в элитное угощение. Продукты массового отравления, мертвой суши, настоящие самураи против московского суррогата. Документальный фильм «Просроченная жизнь». Кстати, некоторым российским телеканалам свойственна ироничная тональность текста в целом. В Швейцарии лучший способ выжить – это умереть. Как заработать миллион долларов на собственных похоронах и обвести вокруг пальца страховые компании. Термин «ирония», кстати, имеет и второе значение. Это особый вид комического, но об этом в другой раз. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok